Представьте, докатились, господа, 21 век, наш век, когда уже космические корабли поразят в просторе Вселенной, христианам нужно понять, кому молиться в какой нужде. Позорище. Я считаю, это большой позор. Если христианин, вообще перед христианином стоит вопрос, кому ему молиться, христианином, такой человек, назвать очень сложно. С большой натяжкой почти невозможно. Христианин должен знать, в кого он умерил. Христианин должен знать, кто живет в нем. И только в нем больше никто в мире. Христианин без креста, ноль без палочки. Это вообще, это ничто и никто. Это просто мир. Как говорил президент Беларуси, Пукашенко господин, он сказал так, что я, говорит, атеист, но я православный. Я почему я сейчас его вспомнил, не чтобы его позорить, он многие хорошие слова говорит, конечно. Но потому что он опозорился прилюдно, при миллионах людей, в прямом теле обращения с ним. Это ужасно было, конечно. Я тогда еще служил в традиционной православной церкви, и даже у меня в уши трубочки скатывались. Но как же так? Он называется православным и атеистом. Позорище. Но это не позор лично, господин президент Беларуси. Нет, это позор сегодня десятков миллионов людей. Потому что по опросам в России, по крайней мере, в Петербурге, в Москве, в Екатеринбурге, где-то еще были опросы. То есть это разные города были опрошены. И очень разные категории граждан были опрошены. Так вот, больше половины всех православных христиан, ну, тех, кто ответил, что они православные по вероисповеданию своему, больше половины, из них, помните, 70% всех православных, назвали, что себя либо атеистами, либо вообще не верующими в Бога, либо что Бог где-то есть, но точно они ничего не знают. То есть больше половины православных сегодня христиан вообще не атеисты. Вот так вы, господа, догадились. И всему виной, я считаю, благобожие. Сегодня христианам, священнослужителям христианства, православным особенно, я хочу говорить моим коллегам, да, ну, в нашей реформаторской православной церкви Христа Спасителя мы молимся, но лишь Богу, да, однозначно, но лишь Богу. Кстати, Кирилл Укалис, завтра, который вспоминается в календаре, в чем он видел реформацию? В своих, вот как раз, восточных вспоминаниях христианской веры, в 1631-м годе издания, он четко указывает, что лишь один ходатый посредник Иисус Христос. И это есть христианство, господа. Некоторые умники в Рясах, мои вчерашние горой коллеги, говорили мне, не раз уже, ни в Украине, ни в России говорили, ни в Беларуси, нет, повторяли опять-таки. Говорили, что в Грузии, один раз лет, и сказали то же самое. Что вот, значит, это уже традиция наша. Как бы, ни мы придумали, ни нам это принять. А еще эти, как говорят, ну, говорят, говорят, и гурдаят, значит, мало ли, что говорят, значит. Но они договорят, и в это верят, что грех будет от тех, кто это все придумал. А мы лишь маленькие винтики в этом механизме. Слепые ведут слепых в яму. Но что будет зловом, то будет со священником написано в Библии. Вот, и нельзя будет оправдаться пред Богом тем, что ты лишь винтик в этом огромном механизме сатанинском. На самом деле, в христианской церкви, в христианстве, в отличие от сатанинского механизма, лишь один посредник, когда-то Иисус Христос. Я не верю в христианство, которое не на Иисуса Христа нацелено. Я не верю в христианство, которое не на Иисуса Христе строится. Я не верю в христианство, которое без царя в голове, без главенства Иисуса Христа. Христианство без царя в голове, это вообще-то, это христианство инквизиции, христианство насилия, чему угодно. Но не христианство Христа. Господа, и вот были другие соборы. Был Пятый собор в Шестом веке. Это еще больше позор даже был, чем даже и Третий, и Четвертый, и Десятый, наверное. Потому что это было при Истиньяне, а это было вообще мракобесие. Переодом великого мракобесия. Это был начал вот такой великой деградации, деформации мирового христианства. По сути, Пятый собор, он не оставил конкретных именно постановлений правил таких. Даже удивляются многие богословы, почему они оставили ни одного правила. Ну, как бы, богословского правила. Но этот собор, он даже и не собирался, чтобы оставлять какие-то после себя решения. Он собирался лишь с одной целью. Легализовать и на все века канонизировать Цезарь Пописи. Что у нас нет иного царя, кроме Кесаря. И это было, по сути, решение Юстиньяна и его Феодоры. Ну, там два собака пара. Они друг друга стоили вообще. К сожалению, оба тоже святы, ныне святые, и молятся, ставят свечки позорящие. Там большинство святых того времени... Знаете, вот, если эти святые, то я с таким христианством даже вообще не хочу иметь никакого дела абсолютно. Если эти святые, то, ну, не знаю. Вот. И даже Нерон, Диоклетиан, даже императоры дохристианской истории, ну, морально гораздо более, ну, выгодно в свете выглядят вообще даже. Ну, дошло до того даже, мне так будет проще. Ну, ладно. Не знаю, о хорошем или о плохом сейчас дальше говорить-то. Ну, о плохом, наверное, так, я бы уже рассказал. Кстати, а как все-таки держать? Если так, то у настроек уже закончилось. А если так, то у меня еще нечего. Ладно. Господа, я тут подозреваю, что уже пора и чистать. Ну, знаете, чем хочу, потому что надо что-то хорошим о том, чтобы у вас были такие добрые, корейские глаза. Сузились такие, но о том, смотрю, что такие уже, как на иконах, знаете, вот заходишь там. Аршур, верю эту порогу. Вот, чтобы были нормальные добрые глаза. А знаете что? Победа-то не за нами. Враг будет разгромлен. Наше дело правое. А знаете почему? Потому что Иисус тебя спорит. Несмотря на то, что Иисус такие вещи рассказывал о своем царстве, да еще и воскрес когда, он 40 дней приходил к ученикам, и опять-таки эти страшилки рассказывал. Представляете? Я думаю, у учеников вот такие глаза. Но Иисус, уходя, Он мне сказал, все, я ухожу, а вы здесь как-то сами хотите, так и вообще выкручиваетесь вообще. Может, уходите, то иди, и вообще спасите это пающее, но вы сами куда пающее. Все, я умываю руки, и все. Good bye. My love. Не-не. Иисус, уходя, Он ушел очень красиво. Вообще, красиво уйти, это талант. Лучше всех ушел Иисус. Он сказал, я с вами во все дни до скончания века. А еще Он сказал, да нам не говори вся власть на небе и на земле. Итак, идите, будьте спокойны. Идите и проповедуйте. Идите и обращайте. Идите и несите Евангелие. Я с вами во все дни. Не волнуйтесь, мы победим, мы прорвемся. Да, конечно, многие из апостолов ушли на небесах крови мучеников. Вы знаете ли, но, скажу так, есть вещи, которые, они сильнее, чем смерть или жизнь. И любовь Божия, которая сбилась в наши сердца, дух и сады. Это то, что вечно. Это то, что, скажу так, небо и земля пройдет, а это никогда не пройдет. И пусть Бог благостает всех нас. И хочу благословить вас, чтобы вы не сильно боялись, может быть, я не знаю, ну, как бы. Я еще раз подчеркиваю, что мы христиане не из рухового десятка. Апраханов Иван Степанович, один из лидеров евангельского пропуждения сто лет назад, он говорил такие слова, потрясающие. Он сказал так, христианин, это как неиспробимый оптимист. Мне это так нравится. Неиспробимый оптимист. Да, если наши старшие братья в первых 300 лет, да, когда порой по тех и ради бросали на арену львов, они могли, не разрывая свои волосы, не спрогляться, мне там выходить на арену в Голизее, значит, там и проклиная, значит, императора, значит, и всех остальных римлян. Значит, нет, а благостанкали, как там вы помните, значит, в одном фильме, когда они в котел, там, пари, там, хотели каннибала съесть, и одна там сказала, эта женщина, что, надеюсь, не мной подальше, говорит, значит, не, не. Дело в том, что христиане пели Богу, воспевали к Господу и славили Его, зная, что Искупитель наш жив, зная, что действительно и жизнь, и смерть наша, они прославляют Его, Иисуса Христа, Господа, и ни в ком другом нет спасения. И сегодня так же, сегодня один Иисус Христос, Он есть наш спаситель, один румынский, вот, евангельский проповедник Ричард Вурмбрандт, его называют мучеником 20-го столетия, один из, как бы, голоса мучеников, даже и миссия, его служение, его так называются до сих пор, его уже не стало, он уже на небесах, а вот служение его до сих пор существует в мире, называется голос мучеников, поиск, значит, на английском, на разных других языках есть. И, так вот, и он жил, и проповедовал при фашистской Румынии, потом при коммунистической Румынии, и его, и Гестапо ломало, арестовывало их, значит, его там братьев за пропасть Евангелия, потом коммунисты, их арестовывало, как бы, их ломало, значит, и коммунисты там, во времена, у них там тоже был свой, маленький Сталин, да, как его звали, такой Чикатило, такой был, его звали, Чушеску, Чушеску, такой драковой глазом в основе, значит, и были просто неряныши, были пытки верующих, которые, даже многие в свободном мире не могли поверить, что это возможно вот в наши, в наши дни, но когда пал коммунизм в Румынии, и наблюдатели с разных стран могли приехать в эти места, тюрьмы КГБ, все слова, значит, Ричарда Бонбаронда, они подтвердились, то есть это все реально было в наши дни, в наше время, и с Москвы вот эти вот товарищи с КГБ проходили практику на заключенных, пытали их, значит, ну, это слово, инквизиция отдыхает в среднем, в среднем веку, описание самое ужасное, и Ричарда, когда его медицинская комиссия при конгрессе его обследовала, значит, пришла к выводу комиссия, а там были и христиане, и не христиане в этой комиссии, и медики пришли к выводу, что пытки, которые прошел Ричард, они несовместимы с жизнью, и при том, многожны, как он выжил, они не знали, они лишь разводили руками, но выступая в конгрессе, ему дали слово потом, в конгрессе США, и выступая там, Ричард Курмарт, еще было время советское, он сказал такие слова, его выкупили просто христиане, сбросились, собрали огромную сумму, перевели на счет Чаушетску, и выкупили его, значит, из Курслагеря, значит, и он сказал, я голос лучников для, значит, свободного мира, и говорю о том, что братья претерпевают, и мы не проклинаем коммунистов, рекомендующих, мы благоставляем, мы желаем спасения, но говорим о том, что происходит сегодня в коммунистических этих режимах, и одно из описаний меня очень сильно тронуло просто, их, его и товарищей, их психиатры, приехали специальные, КГБшники, которых пихали, пичкали всякими препаратами, кололи, они должны были в овощ превратиться, и он на самом деле, много месяцев он был в овощи, то есть он, по сути, не был человеком уже, в их понимании, но самое интересное, вспоминая свое бытие в овощи, он вспомнил одну вещь, я даже когда уже не знал, ни себя самого, ничего вообще полностью, я забыл как себя, что дети, что там жена, он все забыл абсолютно, всю Библию забыл, он все забыл, но одно я как не забыл, и это меня спасло, это был Иисус, я просто ходил, и он тебе говорил, Иисус, 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 и вы знаете, постепенно все возвращалось, и из овоща, Иисуса Слово сделал человеком проповедником, и вы знаете, когда я первый раз был в США, то я познакомился с одной сестрой, ее зовут Анна, она из старых бахтистов еще, она сама великанка румызанского происхождения, она была правой рукой, в то время помощница, как раз Ричарда, и она сказала, что когда она увидела Ричарда, когда общалась с ним, многие могли поверить, что Ричарда вообще живой сейчас с нами, и стали понимать, что говорит действительно, в этом мире зло, он пренебрадеет в грешном, да, есть лишь одно имя, которое может из грязи князь, из овоща человеком сделать, это имя Иисус, имя Иисус, повторяйте это имя, можете забыть все, но это имя не забудьте никогда, вы можете забыть даже, как вас забыть, но запомните это имя, можете забыть своих детей, все, что угодно, но это имя помните всегда, ни в коем другом нет спасения, это имя вас спасет, это имя, оно выводит из ада, это имя, оно спасит, когда мы провозглашаем, когда мы провозглашаем это имя святое, на разных языках, Чизис, Иешуа, Иса, как бы ни произносили, мы верим в Того, Кто за нас пронесил свою кровь в драгоцах, Кто за нас отдал свою жизнь, Который стал ходатайом, посредником Нового Завета, первого священия, ни Мария, ни другие умершие святые, или Ангелев, никто. И вот в октябре есть праздник Покрова, это праздник Суббот, по сути, в ущелье, где идея Покрова Божьего, Божьего Покрова идея, главное, но, к сожалению, в средние века стали называть его Покровом, Божьей Матерью, и я очень сильно этот праздник любил раньше, в моем внешнем христианстве, я очень много молился, Марии, Богородице, читал Акафисты, чуть не ежедневно, Акафисты, кстати, о том время читал. Вот, и праздник Покрова очень сильно почитал я. И однажды, уже когда, в 96-м, когда Слово Божье вернулось в мою жизнь, я перечитывал Писание, очередной раз, и приближался к праздник Покрова, и во мне, знаете, все перевернулось. Я вспоминал место Писания, живущий под кровом Всевышнего, не под кровом Богородицы, не под кровом кого-то еще, живого и живого, или мертвого, или Ангела, под кровом всемогущего Бога. Под сеньем всемогущего Покровица, говорит, Господу, прибежище Моя, и защита Моя, Бог, более которого я убываю. И там, в другом месте написано, ты мой покров. И родились такие стихи, я не стихотворец, но вот тогда вот родились такие стихи. Дышу тобой, живу тобой, Господь, ты мой покров живой, стал ты моей новой судьбой, дышу тобой, живу тобой. А еще другие стихи родились, тоже интересно. В праздник Божьего покрова станем брать, отвечать, покровителей иного, кроме Бога, не сыскать. Он один, ведь лишь нас знает, как ложимся и встаем, своим духом утешает, когда вдруг мы устаем. Всемогущий наш Бог небесный, Он исправно создал нас, любящий Отец чудесный, благодатью нас спас. Никакой скотой на свете нас от смерти не спасет. Обратитесь, Божьи дети, к пастырю, что всех спасет. Матерь Господа Иисуса не защитница тебе. Нет на свете слаще вкуса, чем спасение в Господе. Бог покров всего простирает лишь на тех, кто в мире свят, отступников карает, грешников готов кушать. Обратись, душа родная, в дом Отца, скорей вернись. Бог готов грехи прощая, отворить дорогу ввысь. Праздник Божьего покрова станет брать и отмечать. Покровители иного, кроме Бога, лучше Бога не сыспать. Аминь. Отец, я благодарю Тебя за этот вечер. Благодарю Тебя за моих братьев и сестер. Благодарю Тебя за Твою милость, страх и милость Твоя к нам велика. Благодарю Тебя за кровь Сына Твоего Иисуса Христа, Который выискупленный от суетной жизни, придано нам от отцов. Благодарю Тебя, Господь, Святой, за жизнь и жизнь с избытком. Благодарю Тебя, что сегодня, Господь, я не ломаю голову, как раньше, на вопросах, какому же святому мне молиться. Я знаю, в Кого я уверен. И я знаю, что Ты мой Спаситель. И жив мой Искупитель. Я прошу Тебя, Отец, за тех, за тысячи и тысячи священнослужителей. Священнослужителей. Господь, в разных ответствиях, особенно за православность, священнослужителей. Боже, когда открылся мне Божие в слове Своем, откройся моим братьям. Пусть не слепые ведут слепых в преисподнюю Божию. Пусть они не видят себя винтиками в этом механизме. Но пусть видят себя детьми Твоими, Господь. И пособах Своих, те, кто идут за ними, пусть они ведут в Царство Твое. Боже всемогущий, пусть во всей Руси провозглашается слава Иисусу Христу. Пусть на виде славы Тебе будет, Господь. И здесь, в Николаеве, Господь, Боже, и то в земли, и то в земле земли, во имя Иисуса Христа. Благостови нас, Господь. Царь наш, Бог наш, Кадош, 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 Свят, Свят, Свят. Адонай, Элогей, Цебаот. Господь, Бог всемогущий, Всевершитель, Авину, Отец наш, Авра, Папочка, Папин, Папин, спасибо за все. Спасибо. И я прошу благословения сейчас для всех собравшихся, и тех, кто не смог прийти, благослови, поблагодаря своей милости. Прошу Тебя, Боже, те, кто осуетился в своих унивствованиях, чье сердце омрачено на сегодняшний день. Боже, прошу, выведи истину греха. Боже, откройся миллионам православных христиан. Боже, свобущий, откройся многим-многим душам, другим Господь. Пусть возрядно того, кого пронзили грехами своими, на Тебя, Спасителя нашего. Благодарь, что это пребудет с нами во имя Иисуса. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Господа во имя Крови Святой, во имя Твоей любви. Благослови нас. Я прошу Тебя, Господь Божий, пусть каждый из нас взирает на Тебя всегда и не отворачивается ни в право, ни в лево, но ведя прямым евангельским путем. Идет Царство Твоё. Те, кто сбились с дороги, Боже, верни на путь истинный. Я прошу Тебя, как правоставленный священнослужитель, особенно прошу за тех, кто сегодня целует иконы, целует человеческие останки и в безумии субьём считают на христианство. Бог помилует эти души. Пусть отвратятся, пусть у них возникнет просто отвращение, в физическом нашем уровне, отвращение от идолов. И пусть воззыват на Тебя, живого Бога, и скажут, никто не плакал, только лишь Бог наш. Пусть макаются те, кто в безумии своём сегодня говорит, что мне Богородица помогает, или икона помогает, или кто-то святый помогает. Пусть Господь осознает души, миллионы душ, что только лишь Ты, живой Бог, Ты помогаешь, лишь от Тебя всякое даяние благое и дар совершенности ищи от Отца Света. Боже Святой, пусть падут твердыни и многобожие христианства. Пусть христианство, как и в начале, в первой тень, и блаженного нашего Господа, Божьего единства, и в последней, и также Божьим будет тем, о чём говорится в Писании. И Дух и Невеста говорят одно и то же. И говорят, гряди Господь Иисус. Аминь. 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 Надеюсь, завтра на записке ответите. Да, завтра отвечу на вопросы. И тут ещё записка поступила. Почему мы не собираем пожертвы? Друзья, в течение месяца, или полтора месяца, каждое воскресенье на воскресном служении с этой сцены звучало объявление о приезде архиепископа Сергия Журавлёва. И те люди, которые хотели уже посеять служение Сергия Журавлёва, они это или уже сделали, потому что аренда платится наперёд. Но если вы вдруг опоздали, ну, я понимаю, что если сравнивать церковь с ковчером, жирафы там есть. И это, и вы можете обе... ну, пожертвовать, подойди к Ольге, более поднимай руку. Если вы хотите что-то пожертвовать, на служение Сергия Журавлёва, и как бы дать ей на служение Сергии. Или же в следующее воскресенье вы можете принести пожертвование на служение. В нашей церкви нет практики собирать пожертвования во время библейской школы или конференции. Для этого изойдет жертвенник на воскресном богослужении. Есть конференции, там, мотобука по три раза собирают на день. Вот если вы будете там, там вывернут вас наизнанку. То есть там вот есть в новом поколении, там у нас этой практики нет. У нас воскресное служение, собираем пожертвование. Сегодня мы наслаждаемся Словом Божьим и помазанием Духа Святого на этом месте. Кто хотел дать, тот уже дал воскресенье. Потому что полтора месяца объявлялось о пожертвовании на этой церкви. Если вы тормознули, вот Ольга Евгеньевна пугалтера, пожалуйста, догоняйте. Догоняйте, потому что поезд еще здесь. Хорошо. Пусть Бог вас благословит обильно. Спасибо, отец. Я не завтра в шесть часов на этом месте. Аминь.